Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Добро пожаловаться. В 10 утра. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здрасте, вот вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... Мы коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не Дома управления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. На вопрос у меня было без господина Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступили. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться. Вот таков наш закон. Всем доброго дня. Начинается программа Добро пожаловаться. И телефоны в нашей студии, телефоны прямого эфира 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. На вопросы, связанные с коммунальным хозяйством, отвечают председатель правления товарищества Центра консультации собственников квартир, председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко, а также эксперт с опытом организации, руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе и РНП Айвар Гонтарев. Всем еще раз доброго дня. Номер WhatsApp, куда можно присылать тоже ваши вопросы, комментарии, предложения. 2-3-0-6-1-9-1. 2-3-0-6-1-9-1. Ну вот пока, когда открываешь там новостные ленты, особенно новости не радуют, идут бурные дискуссии об экономии электричества и собираются экономить уже и на уровне города, то есть идут дискуссии о том, нужно ли зимой освещать городские парки, дескать, нечего нам шоковать, ночью надо спать, и будет ли какое-то там праздничное новогоднее освещение, на этом собираются сэкономить. Но, с другой стороны, я понимаю, что, может быть, для людей, которые живут, особенно, может быть, не в самом центре города, понятно, что темнеет рано, и городское освещение тоже имеет большое значение, то есть чтобы не переломать ноги по дороге домой, если там кто-то с общественного транспорта дойти до дома, чтобы, с одной стороны, в общем-то, хочется и сэкономить, и, с другой стороны, не разбить лоб, заходя в подъезд. Вот есть ли какие-то, может быть, я не знаю, где вот заканчивается зона ответственности города и зона ответственности домовладельцев, можно ли каким-то образом, там, не знаю, на собрании или жильцов дома договориться о том, чтобы поставить, может быть, какие-то умные сенсоры, что, когда только человек заходит в подъезд, там загоралась лампочка, а в остальное время там лампочка не горела, потому что понятно, что если не такое большое движение в подъезде, то хотелось бы сэкономить, может быть, и насколько существенно это может быть экономия? Вот у меня такой большой глобальный вопрос. Я бы ответил так. Первое. Вообще-то вся ответственность начинается и кончается там, где кончается безопасность людей. Это первое и главное. Вот сейчас там перешли уже на пониженные режимы освещения улиц, поступают жалобы от жителей вандализм с вас автомобилей. Я думаю, что темнота в городе будет способствовать росту хулиганства и преступности. Это первое такое опасение, которое я могу высказать. Второе. Относительно всякого рода сенсоров и так далее. Крайне сомнительная экономия. Мы проводили анализ. Сейчас современные лампочки, LED-лампы небольшой мощности, они практически ничего не потребляют. А если ставишь сенсоры и всякую другую там аппаратуру, там есть еще более умные приборы. Во-первых, дорого. Во-вторых, частое включение, количество, вот, долговечность LED-лампочек зависит от количества циклов включения и выключения. Резко увеличивается количество включения и выключения, и при этом лампы стоят не совсем копейки, поэтому всякая возможная экономия потребления электричества сводится на нет. Ну и самое главное. Как правило, в подъездах лампы горят не для того, чтобы только освещать подъезд, когда идут люди. Это так называемое дежурное освещение. То есть на случай непредвиденной ситуации, я не знаю, какая-то паническая ситуация ночью, какая-то ситуация с пожарной безопасностью. В это время должно обязательно гореть освещение. А если вот эти датчики все начнут включить, то будут неприятности. Поэтому я бы сказал так, что к этому относиться надо очень серьезно и хорошо просчитывать. Я посчитал, 9-этажный двухподъездный дом, вот, люди хотят поставить сенсоры. Срок окупаемости этих сенсоров без учета того, что будут выходить из строя лампы 16 лет. Но это что, нужно делать? То есть это просто чисто внешне, да, вот я понимаю, раздражает чисто внешне. Ты подходишь, лампочка горит. То, что она потребляет минимальное количество электроэнергии, никого не волнует. Вот она горит. Давайте ее покрасим. Такое умение. То есть получается, что и в квартире тоже имеет смысл поставить LED-лампочки. И, ну, часто сейчас уже начинаются, ведь, я понимаю, споры там в семьях, что уходя из комнаты, выключи свет. И получается, что человек выходит в темный коридор, выключает свет. В комнате спотыкается что-нибудь там в коридоре, чертыхается, пока найдет там выключатель. То есть переходя из комнаты в комнату, включая там свет, это тоже, ну, много не сэкономишь, а скорее там шишки набьешь. Ну, скажем так, настольная лампа, вот оно, обычная настольная лампа, ей вполне хватает трехваттный LED-ламп. Ну, три ватта это что такое? За сутки она нажжет 72 ватта. Ну, что это? Это вообще ничего. Это час работы обычной лампочки накаливания. То есть, на самом деле, я призвал бы всех, во-первых, относиться к этому разумно. И второе, все-таки, да, восстанавливать LED-лампы, обращать внимание на их мощности. Ну, есть разные, сейчас есть разные бибомбасы, типа умный дом, которые там чувствительные, розетки и так далее. Надо думать, смотреть, что ставить. Но оставаться без света, ну, пока она мне отключит его, я бы не рекомендовал. Уже пополнится тоже интернет всевозможными советами. То, что вот если духовка электрическая, то, дескать, за пять минут до того момента, когда нужно вынимать там пирог, условно говоря, из духовки, выключайте духовку. Вот эти пять минут, она все равно еще будет горячая, и он завершит этот цикл, чтобы не работала в холостую стиральная машина, нужно полностью загрузить бак, чтобы не было каких-то... Ну, то есть, дают какие-то всякие вот такие, такого рода жизненные советы с экономией. Здесь вот что-то толковое есть? Наверное. Наверное. Особенно, я думаю, серьезный вопрос у тех, кто попал на электрические плиты и духовки. Вроде чисто, красиво, нету там горения, нету продуктов горения, но сейчас те, кто имеет электрические духовки, вернее, электрические плиты, и вынуждены ими пользоваться, серьезно. Точно так же, как электрические чайники. Надо искать такие малого объема, там, скажем, на один стакан, чтобы согрел, да и все. Если тебе нужен стакан, не ставить этот 2-киловаттный чайник и не врубать его. Там масса всяких вещей, там много разговоров по отключению приборов, которые стоят на функции стендбай, то есть на функции готовности. Можно, при помощи этого что-то сэкономить можно. Насколько много, трудно сказать. Но да, придется этим заниматься. Ох, ну то есть, в принципе, судя по тому, что мы видим и подорожание электроэнергии, и подорожание всего, что с этим связано, мы видим, и рост цен в магазинах. То есть все это, конечно, приведет к тому, что мы станем все более бережливыми. Вот в прошлый раз пришло сообщение, сейчас просто у меня подорожается немножко страница, но смысл был такой. Человек жалуется и говорит, что разве вам не понятно, что вот у меня не очень большая зарплата. Соответственно, я не могу платить, значит, за услуги домоуправления, если речь идет о ремонте там дома, ну то есть вот какие-то глобальные вещи. Вот как вы не понимаете, что если нет денег, я не могу заплатить за ремонт дома? Что можно ответить человеку в этой ситуации? Что ему делать, если действительно у него маленькая зарплата? У меня другой вопрос. А что делать остальным жителям? Содержать его? Ведь дом – это общая собственность, с которой мы в каждом должны, в котором должен и в содержании, и в спасении этого дома, в ремонте дома должен участвовать каждый. Ну и если не участвует, то значит человек должен тогда просто-напросто сказать, а каков источник финансирования, содержания его доли? Или что, должны все с этим смириться, и чтобы дом разрушился, собственность пропала, и все хорошо. Здесь нет, понимаете, здесь нет вопроса справедливости, здесь нет вопроса социального. Социальные вопросы решает город и государство. Если у вас зарплата настолько низкая, что вы не можете содержать свое имущество, то вы можете обратиться в социальные службы. И, кстати говоря, очень многим в Риге оказывалась, по крайней мере, до сегодняшнего дня довольно существенная помощь. Если человек правильно оформлял свою заявку, если он действительно был или находится в состоянии такого тяжелого, ему помогают, и там не смотрят на что, на ремонт дома или на отопление, там выделяется социальная помощь. Поэтому надо в первую очередь, прежде чем рассчитывая, чтобы тебя поняли, попробовать использовать те механизмы, которые имеются. У нас, между тем, есть звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот в интернете прошло сообщение, что где-то в Пуртиемсе или Плявниках жители отремонтировали свои балконы, и к ним опять прицепилась Рижская дума. Ну, неужели любому здравомышлящему человеку понятно, что если балкон застеклить, и осадки не будут туда попадать, то он очень долго продержится, и не надо его вообще ремонтировать. Ну, почему эта вот архитектурная мафия, неужели ее нельзя прижать как следует? Неужели найдется такой патриот, Риги архитекта, который бесплатно сделает типовые проекты для домов застекления балконов и лоджий? Или Рижская дума заодно с этой мафией? Когда это кончится, наконец? Когда людей перестанут терроризировать? Спасибо. Ну, я бы не оценивал всякого рода остекление балконов как большие плюсы, именно балконов, потому что балконы не были рассчитаны на нагрузку такую. Стекло, в общем-то, весит довольно прилично. Поэтому это надо просчитывать. Во-вторых, не вполне однозначно можно сказать, что вот да, и после этого балкон не будет разрушаться. Тоже еще вопрос. А в следующем, да, насчет типовых проектов давно говорили, но я могу сказать так, что у нас в строительстве, в строительной управе, по-моему, преимущественно работают юристы. Они читают закон. В законе сказано, если есть отклонение от фасадного вещения, должен быть проект. Проект должен быть утвержден, согласован, и пошло-поехало. Какие типовые проекты вы хотите? Для этого нужно просто-напросто взять и принять политическое решение. О том, что в Латвии, допустим, серийные дома, скорее всего, это может касаться только серийных домов, будут иметь типовые проекты остекления. Ну, а дальше там это вопрос, вы правы, копеек, сделать такой типовой проект, даже их несколько вариантов, это вопрос копеек. В масштабах страны. Ну, не хотят люди. Или не соображают, что так можно сделать, или не хотят так делать. Я не знаю, там никакого бизнеса, никаких там, вот скажем, денежных дел, кроме того, что это просто бесполезное использование ресурсов финансовых, интеллектуальных и прочих, это точно. Потому что, ну, представляете, что такое остекление в лодзи? Ну, хорошо. Три секции окошек на какой-то стандартный дом. Вот рисуют, делаем техническое задание, согласовываем его в Бу-Валде, или там сейчас отделка, авторической думы. После этого делаем проект, после этого проект утверждаем, после этого его реализуем. Проект надо каждые два года возобновлять, его продлевать, потому что, если не все сразу, то, значит, надо продлевать. Но это строго по закону. И пошло-поехало. И вот куча народу сидит и молотит вот воду в ступе. Ну, видимо, вот те структуры, которые за это отвечают, их это устраивает. Ну, а есть ли какая-то возможность изменить? То есть, если есть, вот, например, уже проект к остеклению балкона, вот именно в этой серии домов, вот таким образом взять ее на заметку и каким-то, ну, чтобы можно было использовать вот именно этот проект не в одном конкретном случае, а в ряде случаев всех вот желающих, живущих в этой серии домов остальных жителей. Олег, я отвечу вам коротко. Надо просто переехать в Эстонию. Там это работает. Там не только остекление, но там работают и про типовые проекты утепления. Без всякой долгой волокиты. Ну, что делать? Ну, мы не Эстония, мы более продвинутая страна. Они там отстали, у них сил не хватает. Они не делают на каждый чик проект. А у нас, ну, мы сильные. Но, например, вот если, ну, условно говоря, сосед вот там ниже этажом сделал проект остекления балкона. Может ли сосед сверху взять его же проект? Если он сделал на квартиру, нет, не может. Он должен сделать на свою квартиру. Понимаете, этот вопрос такой. Если проект на весь дом, то вот у меня была практика. Одновременно мы сделали типовые. Кстати, мы сделали себе по кооперативу типовые проекты. У нас три серии домов, и мы сделали типовые проекты. Кстати, их можно было утвердить в Булвалде. И они работали. Потому что, ну, поскольку люди не остекляют или не занимаются этим одновременно, значит, ну, два года прошло, Булвалда сказала, что ваш проект поставил. Когда я спрашиваю, а что тебе, там, 30% остеклились, тебе рисунок метили, что нет, вы просто возобновите проект. То есть пройдите опять всю эту проектную стадию. Ну, у меня особенно нету слов по этому поводу. Да, то есть через два года нужно опять все это утверждать. Ну, с одной стороны, это дает, наверное, конечно, работу определенным жителям, чиновникам. Здравствуйте. Спасибо. Да, пожалуйста, вы в эфире. Доброе утро. Доброе. Доброе. У меня такой вопрос. В наше время кругом идет зонгирование словами. Слова меняются, меняются понятия. И происходят очень интересные вещи. Так вот, меня интересует такое. Мы перешли, допустим, от частной фирмы Рига Снавпорбовных в другую частную фирму. Но меня, как говорит Сергей, так гласит закон. Фирма – это обслуживающая или управляющая. Кто является работодателем, Кто является чиновникой работонанимателем. Кто уплатит деньги, кто его контролирует. То есть, вот общий принцип – кто есть кто. Большое вам спасибо. Общий принцип очень простой. Там, где есть Рига Снавпородникс, и если вы не переняли дом, и если вы не заключили договор управления породочным, Слигумс, то это означает, что вы находитесь под принудительным управлением, и заказчиком является самоуправление. Потому что формально считается, что вы не до конца закончили процесс приватизации. При этом есть там нюансы, когда спрашивают вашего согласия, но по факту, если вы в РНП не переняли, то, значит, там совершенно четко вы заказчиком не являетесь. В случае, как вы сказали, вы перешли к другой частной компании, вы являетесь заказчиком услуги по управлению. А дальше сам объем состава услуги он оговорен в законе, и дальше вы уже договариваетесь с исполнителем, которого вы наняли, уже о самом, ну, о фактической процедуре реализации этого договора и обеспечения соблюдения всех функций управления. В моем понимании, в принципе, управление – это принятие обещания. Потому что дальше, когда вы приняли обещание, кто, что, сколько, когда и почем, то дальше это уже вопрос технический, кого нанять. Поэтому я думаю так, что ваш дом, вот как вы описали ситуацию, сейчас находится в виде заказчика и в виде инстанции, инстанции, которая принимает обещания. А то, что мы называем управляющим, это нанятая персона, которая выполняет функции определенные. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Телефоны в нашей студии, принимаем звонки. Здравствуйте, доброе утро, пожалуйста. Я извиняюсь, вы неправильно ответили, уважаемые, на вопрос, значит, этого слушателя. Если они создали бедребу, они могут только управлять. А обслуживать компании, обслуживающие, они должны командовать, что делать и как делать. Понимаете? Вот создав ВАЛДы, они могут прямо указывать, вот это ремонт делать, этот не делать и за какие деньги делать. Понимаете? И тогда управляющая компания будет у них на побегушках. Я единственное прокомментирую, процесс управления гораздо более широкий, гораздо более сложный, чем вопрос о ремонт. Только. Ну, не буду спорить. Неправильно, значит, неправильно. Да. Еще раз напомню, что можно звонить 67212-9399, задавать вопросы или писать на WhatsApp 2306191. Ну, вот возвращаясь все-таки к тому вопросу, когда человек пишет о том, что ему сложно с маленькой зарплатой, например, выплачивать, платить за коммунальные услуги, что делать? Менять квартиру, пытаться, значит, переехать в жилплощадь меньшего размера или, может быть, там худшие планировки или какие-то, или обращаться в социальные службы, вот куда обращаться? То есть вот если действительно, например, пожилой человек, там когда-то была большая семья, там трехкомнатная квартира, остается в трехкомнатной квартире, имеет ли он право на социальную помощь, или ему порекомендуют скорее переехать в квартиру меньшего размера, если вот не имеет возможности оплачивать полностью ремонт дома, коммунальные услуги? Конечно, социальная помощь не оказывается вот так вот безразмерна, там у тебя трехпятикомнатная квартира, ты живешь один и не можешь ее оплатить. Там есть свои формулы, я не буду, я не вникал, но там есть свои формулы, конечно, она не может быть безграничной, просто исходя из того, что у тебя мало денег. Что делать человеку? Олег, это для меня очень опасный вопрос. Понимаете? Я как профессионал должен сказать так, человек должен заплатить. Как он будет решать свою ситуацию? Ну, там есть много чего. В свое время, в 96-м, 98-м году, многие пенсионеры из Риги продавали квартиры и уезжали, допустим, в Прелли, куда-нибудь вот туда, в глубинку. Может быть, кто-то возвращался к своим корням, а потом были очень довольны, потому что продажа здесь и покупка квартиры там, она давала значительный запас прочности для человека. Но это, я говорю, это были пенсионеры, которые по доброй воле так и так поступали. Ну, надо искать выход. Я могу сказать, в любом случае надо искать выход. Но нет денег, не оплатил сегодня ремонт, завтра не оплатил тепло. Но стоишь, говоришь, нет денег. Ну, что дальше? А какой дальше выход может быть? У нас несколько сразу линий. Здравствуйте, пожалуйста. Добрый день. Господин Сидорко, будьте добры, вот у меня такой, может быть, глупый вопрос. Вот поставлена лампа в какой-то прибор, лампа накаливания, да? Поставлена лампа экономическая. То есть она потребляет, допустим, 15 ватт, и это должно равняться 75. Но в последнее время мне кажется, что света от этой лампы или освещенности получается меньше. Может быть, сама лампа как бы устаревает и меньше дает, или же, как говорится, где-то прикрутили немножко, чтобы меньше потреблять электричество. Или это мне мерещится все. Спасибо. Ну, мне трудно ответить, не специалист по лампам. Могу сказать так, что когда вы покупаете лампу, там эта светосила указана. И указан спектр. Что очень важно, там еще указан спектр. То есть это от тепло-желтого до ярко-белого. Поэтому зачастую старайтесь подобрать спектр, тот, который ближе к лампе накаливания. Я бы сказал так. Может быть, но чтобы кто-то что-то прикручивал, может быть, просто у вас... Там опять два вида ламп. Есть диодные лампы, а есть лампы еще старые, которые типа дневной свет. И стоят лампы, которые типа дневной свет, они могут терять какую-то светосилу со временем. Но думаю, что будет больше впечатления, чем на самом деле меньше света. Еще один звонок. Здравствуйте. Доброе утро. Господин Федор, ко мне очень интересен будет ваш ответ на такой вопрос. Вот говорили о подорожании повсеместно всего. Люди дрессируются моментально. Мы в Латвии просто, наверное, тут особо одаренные. Но Америк, заступая, сказал, что доходы по электричеству конкретно компании... Я не буду даже повторять цифру, которую я назвал, там нереальная, во много раз. То есть получается, подорожание происходит всего, и электричество в частности, просто потому что кому-то это хочется. То есть абсолютно безосновательно. Или вот я неправильно понимаю. Спасибо. Я думаю, что доходы компании, насколько я читал, Америку я не читал, а то, что я читал обзоры, то я увидел одну вещь, что латвийские компании, которые производят электричество, в основном поставляют его на биржу, а не в Латвии. Понимаете? И торгуют по рыночным ценам. А для населения тоже покупается, опять-таки, электроэнергия, опять-таки, на биржу. В принципе, по отношению к энергии сегодня, я считаю, что в стране чрезвычайная ситуация, и должно было государству вмешаться и немножко рынок порегулировать. И довольно солидно. Как рынок газа, так и рынок всей остальной энергетики, так и рынок древесины и всего прочего. Но у нас свобода. Мы продаем туда. Мы будем скоро сидеть без энергии, без тепла и без дров, потому что рынок. Рынок заберет, а нам оставим, может быть, ошметки щепы. Тут ситуация такая, что на самом деле это вопрос в таких ситуациях, когда нестабильная такая ситуация. Я бы сказал, что здесь должно было вмешаться государство, чрезвычайными мерами, регулировать. У нас еще один звонок. Здравствуйте. Доброе утро. Я про социальные службы. Моей одной соседке прямым текстом сказали, поменяете квартиру на меньшую или большую, тогда приходите типа за помощью. А другой сказали, что у вас есть машина, ну, которая осталась, я не помню, то ли от сына, то ли еще что-то такое. Она одна из машин. Ей тоже сказали, у вас машина, а вы просите помощи. Прямым текстом в социальной службе. Спасибо. Спасибо. Я еще раз подчеркну, наверное, так. Но надо читать четко правила. Ну, машина, дача, накопление на счету, а зарплата маленькая. Ну, тут вопросов много, поэтому я не берусь говорить о справедливости самой системы социальной помощи. Я знаю так. Оказывается, я вижу счета, каждый месяц социальная служба в мой кооператив перечисляет определенные суммы. Для некоторых людей они достаточно существенны, но кому-то нет. Ну, что делать? Значит, не соответствуешь критериям. Там иногда смеются, я просто, Олег, извините, что вот там на 2 цента у тебя доходы превышают лимит, и тебе не дают помощь. Но это правило, к сожалению. Тут еще у нас несколько вопросов. Да, пишут нам следующее. Если в многоэтажном доме умер владелец квартиры, у которого нет родственников, может ли управляющая компания завладеть квартирой в каком порядке? Завладеть? Нет. А отрегулировать этот вопрос обязанно. То есть, если за квартиру не платится, и известно, что собственник умер, управляющая компания имеет возможность возбудить дело о наследстве. Это не означает, что она будет наследником. Она просто-напросто инициирует дело о наследстве. И нотариусы ищут наследников. И если нас таковых нет, то квартира отходит к государству и прекращается накопление долга. Вот и все. Если она уходит на аукцион, то на аукционе управляющая компания может купить на общих основах. Но я так понимаю, что чем быстрее этот процесс будет происходить, тем лучше даже для собственников квартир, оставшихся в доме. Потому что меньше долга накопится. Потому что государство, когда, если квартира уходит, отходит государство, то государство никакие долги не погашает. То есть все долги по отоплению этой квартиры? Поэтому такие вещи надо отслеживать и очень быстро на них реагировать. Да, ну вот тут еще пишут нам, почему для наведения порядка обязательно надо кому-то платить. Вот на страховку у меня денег, на адвоката нет денег, деньги есть только у жуликов. Ну вот пришло такое сообщение. Ну что я могу сказать? Почему за все нужно платить? Так миру строят. Так миру строят, с сожалению. Нет, ну получается ведь, что у человека... Да, здесь немножко, опять-таки, получается такая немножко странная психология. То есть человек живет в квартире, которая является, ну вот, или его собственностью, или, ну, если он не приватизировал ее, хорошо, там другая история. Но почему нужно платить за квартиру? Наверное, такой странный немножко постановка вопроса. Мне трудно, понимаете, на самом деле, ну, конечно, очень многим людям сейчас тут. И будет, наверное, еще так. Но, опять-таки, мы находимся с Айвером на том полисе, который должен обеспечить функционирование жилого дома. Поэтому, ну, понимая, я могу выйти из кабинета и войти в любое, там, понимание любого вопроса. Но пока я в кабинете, я должен защищать саму недвижимость, защищать тех собственников, которые платят. Здесь никакой, скажем так, жалости быть не может. Я могу добавить просто, Сергей, с точки зрения управляющих так же, но нам важно, чтобы вы как-то поднадеивались с тем, что вы расходы, доходы, если есть проблемы, ну, мы реагировали как-то на то, что вот есть такая ситуация, и говорили, вот, знаете, вот сейчас действительно вот про проблематично, вот, ну, за три месяца я смогу там покрыть, там, закрывая, там, предыдущий долг, там, по сто, по пятьдесят евро месяц, чтобы тоже управляющий знал, с чем он может рассчитывать, на что он может рассчитывать, да. Это самое главное, чтобы не было такой ситуации, что управляющая компания к вам обращается по долговому вопросу, вы никаким образом не реагируете, ну, с этой точки зрения управляющая компания нет другого выбора, как подавать на суд. Насколько я знаю, по неформальной информации, уже суды полностью заполнены исковыми заявлениями от управляющих компаний про взыск долгов. И, конечно, это решение, но это не самое лучшее решение, так как там будут насчитывать всякие пении и держки за суды и все остальное. С одной стороны, с другой стороны, вся система права будет перезагружена этими исками из-за или нет, что лучше всегда договариваться. Есть возможность, вы просто не есть возможность, просто откликайтесь на вопросы управляющей компании по долгам и конкретно думайте, что можете сделать, но не уходите от ответа, чтобы не было такого, что вы молчите, тогда управляющая компания. Нет другого варианта, чтобы защитить всех остальных владельцев квартир, мы должны подавать иск в суд. Вот в чем вопрос. Да, насчет первого вопроса насчет электроэнергии в городе и про безопасность, ну, по-моему, самоправление как? Все, что освещается, все самоправленческие здания, улицы, все остальное, это же деньги налогоплательщиков. Да, и перед тем, как, может быть, выключать лампочку на улице, город может подумать, может, поменять лампочки на улице, там, где они еще не поменены на лэзы, во всех своих множественных инстанциях, школах, детсадах, больницах, все ли там поменено, все ли действительно наиболее эффективно работают, да, и я думаю, что таким образом лучше оставить свет на улице для безопасности в это темное время суток, экономить там, где возможно, сменив просто вот, какие-то роды старые, осуществление и системы электроэнергии на новой, на более сберегающей, я же сама думала выступала с своими репортами о том, что где-то там поменяли и в каком-то здании и буквально за месяц, за полтора отбиваются эти вложения в лэдламп, ну, а почему только сейчас это делается, да, как-то, давайте с точки зрения бюджета так поступать, ну, я как житель, который платит налоги здесь, я бы хотел, чтобы город так поступал, а не просто тупо отключал освещение сейчас в городе, да, потому что это безопасно, у всех у нас есть день и так далее, и я считаю, что это неправильное решение просто тупо отслеживать свет. может быть, последний вопрос, но, извините, тут что-то, да, вот перезвоните, пожалуйста, что-то было очень гудение, очень сильное, плохая связь, буквально у нас осталась вот минутка, если даже не успеем ответить, тогда ответим на следующий раз, тут спрашивают, еще прислали, значит, в виде смс-а, в какой срок рассматриваются иски на управляющую компанию, то есть, можно ли подать вообще иск на управляющую компанию, я думаю, что мы несколько раз уже говорили об этом. Можно, можно, в общем порядке, наверное, пока суды слишком не перегружены, в месяцах 3-6 назначат время суда, да, когда оно должно будет происходить. Ну, тут просто спрашивает человек, что, дескать, собирают деньги, но ремонты не проводились. Мне кажется, что мы уже в прошлый раз говорили о том, что могли просто это деньги копиться, то есть, они не сразу можно, собрав там по 40-50 евро со всех квартир ремонтировать крышу, может быть, на это уйдет полгода или год, чтобы собрать эти деньги. Ну, и, наверное, вот последний вопрос примем из эфира. Здравствуйте. Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, за что наказывать ни в чем не повинных жителей Латвии сумасшедшими ценами на газ, электроэнергию, нефть, продукты, питание? Отправляя более 50-ти лет процентов жителей в отряды бездонных, нищих бомжей и суицидов. Спасибо. Ну, опять-таки, тут вопрос скорее философский. Я думаю, это для другой передачи. Да, другой передачи. Пусть правительства пускай не отвечают. Да, потому что у нас не представители правительства, а представители управляющих компаний, председатель кооператива БАК-2 и председатель управления товарищества центра консультации собственников квартир Сергей Сидорко и эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домов управлений, в том числе РНП Айвар Гонтарев отвечали сегодня на ваши вопросы. Огромное спасибо и до следующего понедельника. До свидания. До свидания.